Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Здравствуйте, товарищи! Это видос из Сирии «Рукопись, найденная в бутылке». Ну, серьезно, я рылся у себя на компе и смотрю какая-то странная папка. В ней один текстовый файл и одно видео. Что это такое, думаю? И тут вспоминаю, ведь несколько месяцев назад я сделал парочку видосов про ситуацию на МОТ-рынке, российском и мировом, и хотел сделать еще один. Я пошерстил интернет, сделал кое-какие записи, но у меня не вытанцовывалась тема. И в результате я забыл и про ту идею, и про эту папку, и спустя примерно полгода я ее обнаруживаю. И передо мной, соответственно, слепок реальности полугодичной давности. Соответственно, мы с вами можем на подлинном историческом материале выяснить, что же изменилось на рынке новых мотоциклов в России за последние полгода. Давайте сразу оговоримся. Все, что будет сказано в этом видосе, не является действительно каким-то строгим анализом рынка. Нет. Мы с вами будем лазить по сайту Автору. Только эти материалы у меня есть. К величайшему сожалению, Автору мне ни копейки не заплатили, что я полагаю, величайшей несправедливостью. Марка Синерсбонс тоже, но зато приодели. Вот кофта, которая на мне, это модель Morbid Angel. Кофта просто невероятно круто сделана. Я в нее влюбился с первого взгляда, поэтому ссылка в описании будет прямо на модель Morbid Angel. У них есть, кстати, подарочный сертификат. Если не знаете, что подарить товарищу, брату, другу на Новый год, сертификат Синерсбонс. То есть прикол в том, что ты вроде подарок сделал и не лишил человека удовольствия от покупки. Он сможет выбирать, посмотреть, вот это все. Ладно, Синерсбонс в описании, бог с ним, поехали дальше. У нас с вами есть слепок реальности. Что с ним делать? Вот смотрите, полгода назад в комментах очень много писали, что вот этот, мол, дикий скачок цен, который сейчас случился, а случился действительно дикий скачок цен, даже не в два раза, а в три, иногда в четыре, до каких-то безумных величин. Так вот, писали, мол, это помешательство, это развод. Люди сейчас кидаются сгребать все подряд, потому что думают, что потом не купят. Продавцы ломят любой прайс, который приходит в голову. Это пена осядет. Мол, это вообще запретительные цены, чтобы у салонов оставались мотоциклы в шоурумах, и никто бы их не покупал, на них ставят абсолютно бешеные ценники. Ну или по-другому, они дико жадные, попробуют продать, никто не купит, и цены откатятся обратно. Прошло полгода. Давайте смотреть, что было тогда, что есть теперь, какова картина мира. Ну, первая основная новость. Действительно, тогда была покупательская и продавательская истерика. На распродаже человеческих органов началась драка. Еле ноги унес. Да, действительно, эта истерика прошла. Так вот, истерика прошла, но что она после себя оставила? Начну, пожалуй, с своего любимого мотоцикла на российском мотоциклетном рынке. Я имею в виду, конечно, Хонда Голдвин. Дело в том, что эту машину очень любят люди, у которых водится деньжата. И продавцы, конечно же, об этом знают. И поэтому на волне вот этой покупательской истерики цены на Хонда Голдвинг махнули нам золотым крылом и взлетели в космос. Я видел фотку прайса в дилерском центре. Вот сфотографировали просто стойку с листом бумаги, да, где характеристики и цена. Там было 12 миллионов. Той фотки у меня нет, к тому же сделал ее не я, за достоверность поручиться не могу. Вот этот скринка сделал я сам лично. Правда, давно. По стоянию на 3 июня 2022 года на новые Голдвинге расклад ценовой следующий. Самая дорогая машина стоит 8 миллионов рублей, самая доступная 4,7 миллиона. Мощь, учитывая, какие цены были до того, выразимся так. Проходит полгода. Да, действительно, это была своего рода истерика. Да, действительно, она закончилась. Как бы упырь тимел, сказали продавцам Голдвингов. Они упырили, что мы имеем самое дорогое предложение 5 миллионов, самая доступная 3 миллиона с чем-то. Конкретная цена будет на экране. Но в любом случае усохли цены, усохли. Вернулись, так сказать, нормальному, хоть как-то понятному уровню. Открой бесплатный счет для бизнеса в Альфа-банке и получай деньги за любые действия по счету. Сейчас, спустя полгода, продажа в 2,5 раза больше мотоциклов. Вот сюда мы вернемся чуть-чуть попозже. А сейчас второй исходный пример. Это Triumph Rocket 3. Вот на эти мотоциклы тоже скаканули цены. Опять же, люди с деньгами решили ухватить себе ракету, пока она в тот же космос вслед за Голдой не улетела. И, соответственно, побежали в мотоцалоны. Поэтому в начале июня, полгода назад, максимальный прайс 5,5 миллионов, минимальный 4,3. Опять же, проходит полгода. Опять же, все становится как-то поспокойнее. И сегодня никто за Рокки 3 не просит больше 4 миллионов. Даже 4 не просят. На автору максимальная цена там 3,950 тысяч, что-то в этом духе. Вроде бы даже дешевле 2 миллионов. Кто-то где-то предлагает, что-то вроде мотоцикла в дороге. Но нормальная цена 3,3 миллиона рублей на сей момент. Ну, действительно, цены тоже, прямо скажем, присели. Еще один пример из той же оперы, но куда как менее удачный, это спортбайк. Honda CBR 1000 RR Fireblade. Потому что от тогда его продавали, максимальная планка стоимости, аж за 4,5 ляма. Сейчас в полтора раза просела эта величина. Самый дорогой Fireblade, что-то около 3 мультов. Но с другой стороны, вот как раз нижняя планка почти не изменилась. Там было 2 с большим раньше, и вроде бы 2 с большим, в общем-то, и осталось. То есть, вроде цена просела, но опять надо иметь в виду, что тогда, полгода назад, продажи было 8 Fireblade, а сейчас осталось только 2. В ту же копилку идет австрийский КТМ 1290 SuperDuke. Вот эта вот немецкая строгость в изменении тенденций сказывается, потому что тогда, в начале июня, верхняя планка стоимости где-то 3 миллиона была, сейчас 2 600. При этом, что любопытно, на полмиллиона сползла вниз и нижняя планка стоимости тоже. То есть, весь диапазон цен, он как бы так чутка откатился. И еще один важный момент. Тогда в продаже было 5 мотоциклов, а сейчас 10. И вот почкованием мотоцикла не размножаются, не замечено за ними такого. А это значит, что правильно, параллельный импорт к нам действительно поехал. Мы уже Голду вспоминали, мы вспоминали какие-то другие мотоциклы, которых стало больше, КТМ тот же самый. И действительно, везут технику понемножечку, но везут. И вот тут отличный пример. Харли Дэвидсон Спортстер С. Да, новый Спортстер, который у нас не успели начать нормально продавать. То есть, премьера, она как бы до февральских событий случилась, какие-то отдельные экземпляры к нам приехали, а потом началось вот это вот все. Что мы имеем? Полгода назад в продаже 5 новых Спортстеров. Сейчас 22, заметьте. Впрочем, верхняя планка стоимости, 3 ляма, что тогда, что теперь. Но тогда нижняя планка была на уровне где-то 2 600, а сейчас дешевле 2 миллионов предлагают новый Спортстер провести. Правда, это мотоциклы в пути, но в любом случае средняя цена, она за 2 миллиона все-таки перешагивает. Это где-то 2,5, 2,7, что-то в этом духе. И вот здесь самое время зайти на американский сайт Харли Дэвидсон и посмотреть, а почем там, собственно, Спортстер С. Я не вдавался в тонкости ценообразования, но минимальная планка стоимости 15,5 тысяч долларов. То есть, так, на секундочку, 930 тысяч рублей на наши деньги, если перевести по тому курсу, который предлагает Центробанк. Только он почему-то дороже минимум в 2 конца на мотоцикла, который еще в Россию-то не привезли, а так, пожалуй, что в 3 конца. В основной своей массе. А вот такие пироги. Удивительный островок спокойствия, кстати, мой любимый Road Glide, потому что полгода назад максимальная цена на волне вот этой покупательской активности была 5 миллионов рублей, а сейчас 4 миллиона 400. Ну, то есть, да, как бы пена сошла, но принципиально картина не изменилась. Представьте ко всему, тогда было 9 байков, сейчас 12 мотоциклов продается. Ну, то есть, это такой, знаете, островок стабильности, островок вечных ценностей. Против трендов у нас идет Road King, потому что тогда в начале лета на той самой волне покупательского спроса, о которой я говорил, максимальная цена была 3,7 миллиона, то есть 3,7, а сейчас 4 миллиона. То есть он даже подорожал, вопреки всему. При том, что мотоциклов у нас продается в 2 раза больше, чем полгода назад. Но справедливости ради, упала нижняя планка стоимости, упала хорошо, где-то примерно на миллион, то есть сейчас аж за 2,5, кто-то где-то как-то предлагает Road King, но речь идет про мотоциклы 21 года выпуска, то есть как бы прошлогодние. А там, где не прошлогодние, там уже значимо дороже. Дукасами тоже занимаются, возят к нам такие мотоциклы. Скажем, модель Диавель. Полгода назад, в начале лета, было всего-навсего 3 машины новые на всю Россию, а сейчас, например, их уже 8. Но тогда максимальная планка стоимости была 4,5 ляма, сейчас 3,750. Самый дорогой мотоцикл. Но, кстати говоря, минимальная планка стоимости осталась на прежнем уровне, где-то около 3 лямов. В общем, если Диавель нужен, вы его отыщите. С Триумф Трайдент 660 забавная история, потому что цены на него чуточку упали. Тогда он стоил 1,8 млн, самый дорогой. А сейчас самый дорогой 1,450 млн примерно. Однако при этом нижняя планка стоимости прямо рубль в рубль осталась прежней. Сейчас вообще никакого разбега цен на Трайденты нет. Они стоят все, ну, примерно одинаково. Существенно больше их не стало, меньше тоже не стало. Ну, так, было 8 экземпляров в продаже, тогда сейчас 10. Но на самом деле вот эти цифры слишком близкие, потому что многие из салонов вешают один и тот же мотоцикл в разных локациях, такое встречается. Тут не надо слишком буквально воспринимать величину, касающуюся количества экземпляров в продаже. На нее можно ориентироваться, ее можно принимать во внимание, но вот читать прям цифра в цифру все-таки не стоит. Настоящий островок стабильности, кстати, не Road Glide, а Honda NC750X. Потому что вот тогда их было 10 продажей, сейчас 11. Максимальная цена примерно 2,2,100, что тогда, что теперь. Минимальная 1,6-1,7 млн, что тогда, что теперь. Короче, ни цены не изменились, ни количество предлагаемых байков. Вот что называется стабильность в лучшем ее проявлении. Нечто подобное, кстати, демонстрирует Indian Scout. Их как три штуки продавали полгода назад новых, так три штуки новых и продают. Цены, правда, упали. Максимальная тогда была 2,8, сейчас 2,3, но как три штуки висели, так и висят. Но при этом, если верить автору, некоторые мотоциклы становятся дефицитом, причем мотоциклы популярные. Вот в их числе, например, BMW Большой Гусь. Потому что тогда их было аж 22 в продаже новых, сейчас, например, 11 можно найти на автору. При этом забавно, что максимальная планка стоимости стала еще выше, а минимальная еще ниже. То есть диапазон цен увеличился, при том, что количество предложений аж в два раза сократилось. Вот такие вот чудеса тоже бывают. Еще одно чудо, кстати, это маленький BMW 310 серии. Дело в том, что в момент вот этого пикового подорожания как раз 310-й производил особенно шокирующее впечатление, потому что вот этот маленький бюджетный в Азии сделанный байк внезапно стал стоить под миллион рублей. Аж за 950-х продавали. И тогда казалось абсолютно сумасшедшим предположение, что их могут раскупить за эти деньги. Вот только мы сегодня заходим на автору и видим там один единственный 310-й BMW. Правда, за 820 тысяч. То есть сейчас его максимальная, она же минимальная цена, существенно меньше и максимальной, и минимальной цены полугодовой давности. Или вот скажем, Yamaha MT-10. Полгода назад за 2,5 миллиона можно было выбрать одну из двух представленных на сайте новых Yamaha этой модели. А сейчас... МТ-10 прекратил деятельность на территории Российской Федерации. В общем, скажу вам так, у меня для вас две хорошие новости и две плохие. Первое хорошее в том, что пик покупательского спроса и продавцовой наглости, выразимся так, он действительно имел место и он действительно прошел. Плохая новость, которая идет в комплекте вот с этой хорошей, она в том, что цены взлетели как-то вот так, а упали потом как-то вот так. Поэтому думать, что все вернется на круги своя и станет как было, не надо как было, видимо, уже не будет никогда. Небольшой откат цен от, я не знаю, в редких случаях 50 до 30, там до 20 процентов он, да, случился. То есть самые выпиющие варианты жизнь как-то подровняла, но в целом мотоциклы стали кратно дороже на территории Российской Федерации и нам теперь в этой новой реальности жить. Вторая хорошая новость в том, что параллельный импорт действительно существует, да, и он работает, но параллельный импорт, он не может заменить нормальный, цивилизованный, современный мотоциклетный рынок. С его помощью можно удовлетворить спрос тех людей, которые могут позволить себе платить больше, но развиваться мотоциклетный рынок в этих условиях не будет, к сожалению. Он станет все дальше и дальше, откатываться куда-то на периферию, пока картина мира в целом не изменится. Вот примерно так я вижу ситуацию, примерно такими, мне кажется, изменения, которые случились на российском мотоциклетном рынке за последние полгода. Я повторюсь под занавес, это не какой-то прям суровый, строгий, серьезный рыночный анализ, это просто мои мысли, которые родились при просмотре одного единственного видеофайла. Короче, с вас лайки, дизлайки, обязательно пишите комменты, вот к таким видосам очень интересно их получать. Большое спасибо, что досмотрели, серьезно. Про Синерсбонус помните, ссылка тоже там будет в описании. Счастливо.